В Барнауле приступили к ямочному ремонту дорог. Какие улицы уже в списке? Эпидемический порог заболеваемости по гриппу все еще превышен на 20%. Почему в регионе сняли карантин? Актерские репетиции они сменили на шумные заводские будни. Зачем артисты музыкального театра надели робу? Итак, наши новости в эфире. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Весна довольно активно вступает в свои права. Уже по традиции вместе со снегом с дорог, как ручьи, убегает и асфальт. Автомобилисты в социальных сетях начали выкладывать видео проблемных участков. Кое-кто даже умудрился порвать шины, залетев в большую яму. А между тем в Барнауле начался ремонт дорог на месяц раньше, чем в прошлом году. По данным специалистов городской администрации, погода на улице позволяет проводить пока только ямочный ремонт с применением холодной асфальтобетонной смеси. На улице Власихинской, например, а также в переулке Карева дыры уже залатали. Сегодня чинили асфальт на пересечении проспекта Ленина с улицы Пионеров. Известно, что всего на ремонтную кампанию в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Барнаулу выделено более 800 миллионов рублей. Завтра мы расскажем о состоянии дорог, которые ремонтировали по этой программе в прошлом году. И узнаем у экспертов, можно ли в такую погоду, которая сейчас за окном, класть асфальт. Но вот, например, коммунальщики уверены, что нельзя. Именно поэтому жители одного из домов Барнаула ногами месят грязь. Что делать, если после ремонта на аварийном месте не восстановлен порядок, узнавал Илья Кочетков. Совпадение или кто-то успел сообщить о нашем приезде. Буквально за 10 минут до визита съемочной группы на проблемное место во дворе на улице Гущина высыпали машину щебня. Свершилось, говорят жители. Больше двух месяцев они месили ногами грязь. И это несмотря на то, что за окнами еще морозный снег. Коммунальщики в декабре проводили здесь ремонтные работы. Но вместо того, чтобы положить асфальт, засыпали яму с землей, с глиной. Это все тает, представьте, со снегом это все сходит грязь, то есть машины проехать не могут, застревают постоянно. Дети идут в школу, идем в магазины, идем в детский сад, который мы не можем пройти. Этот проезд основной для жителей дома. Обойти проблемное место можно, но далековато. К тому же обходной путь небезопасен для детей. Судя по дорожным знаком, которые здесь установлены, ремонтные работы во дворе и на прилегающей территории проводят регулярно. Местные жители говорят, щебень проблему не решит, необходимо комплексное благоустройство. Я сама наблюдала картину, большая мусорная машина, которая выезжала вот с Островского, она провалилась задним колесом, здесь стояла, ее вытягивали. Жители обращались в городскую администрацию, но четкого ответа, когда проезд закатают в асфальт, они до сих пор не получили. Правда, переговоры вели только по телефону. Такие беседы бесполезны, заверяет юрист Игорь Осипов. А вот бумажные заявления могут ускорить решение проблемы. Органы власти обязаны ответить по существу, указать некую конкретику, ну а именно, например, сроки. То есть, если спросим, какие сроки будут восстановлены, они обязаны ответить и указать эти сроки. Барнаульская энергосетевой компания нам подтвердили, что работы на этом участке проводились, аварии устраняли. Укладка асфальта будет и, скорее всего, в июне. Но решит ли это проблемы жителей двора на Гущино? Старые ветхие трубы напоминают о себе постоянные, только полная их замена избавит двор от заплаток. Напомним, в этом году в Барнауле собираются обновить больше 30 километров труб. Но попадет ли этот небольшой участок в их число, энергетики, сказать, затруднились. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Николай Шилко. Наши новости. Не мешало бы обновить не только коммунальные трубы, но и парк пассажирских автобусов. По словам автоинспекторов, аварии с участием этих машин в последнее время участились. Один из последних резонансных трагических случаев произошел в феврале в Калужской области. Автобус перевернулся на трассе, погибло 7 человек. Сегодня сотрудники Барнаульского ГИБДД с проверкой дежурили на выезде из города за новым мостом. Остановили больше 20 междугородних и международных рейсовых автобусов. Полицейские осмотрели техническое состояние машин, обращали внимание на самочувствие водителя, не пьян ли, не нуждается ли в отдыхе. Также проверяли, есть ли у них лицензия и не просрочена ли страховка. Одновременно на КП работали сотрудники миграционной службы. Их интересовали автобусы международных направлений. По словам работников ГИБДД, за время проверки серьезных нарушений не выявлено. Самые существенные изъяны, просроченная страховка и треснувшие лобовые стекла. Обещают, что подобные акции повторятся. Сотрудники Роспотребнадзора тоже обещали и рассказали, почему в Крае накануне сняли ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. При том, что эпидемический порог заболеваемости в регионе все еще превышен на 20%. Именно этот порог и позволяет, по словам специалистов, отменить карантин. Однако это не означает, что в Крае перестали циркулировать вирусы гриппа. Их по-прежнему фиксируют. Правда, на смену гриппу все чаще приходят сезонные вирусы ОРВИ. Причем болеет в основном взрослое население. Именно сейчас начинают болеть взрослые. Их эпидемический порог среди взрослых превышен на этой неделе на 44%. Но что говорит о том, что у нас взрослые не совсем соблюдали меры профилактики. Ходили больными на работу, что возможно это было. Но и посещали, возможно, больными вот те торговые центры, которые мы в принципе рекомендовали массово в период эпидемии подъема не посещать. Кстати, за счет проведения ограничительных мероприятий удалось существенно снизить количество больных среди детей, отмечают специалисты. Хотя до сих пор в Крае на карантин полностью закрыты 3 школы и 4 детских сада. Эпидемиологи уверяют, ожидать подъема заболеваемости в связи с отменой карантина в самое ближайшее время не стоит. Но меры профилактики соблюдать по-прежнему рекомендуют. В общественных местах советуют ходить в медицинских масках и пользоваться оксалиновой мазью. А вот ставить прививку уже поздно от клещевого энцефалита. По заверению специалистов, в этом году сезон активности клещей наступит раньше обычного. Возможно, уже в марте. Говорят, будет настоящий всплеск развития насекомых. Такое наблюдается раз в несколько лет. И, по словам специалистов, всему виной относительно тёплая зима. Почва особо не промёрзла, и поэтому число паразитов не уменьшилось. Мы понимаем, что многие процессы, касающиеся вакцинации, уже упустили. Потому что самое надёжное на сегодняшний день – это не иммунизация гамма-глобулина. Потому что он не лечит, он несколько облегчает, но не более чем. А вот именно должна быть вакцинация. Ну, на будущее. Поэтому предупреждаем, чтобы контакты в лесу были осторожны, себя осматривали. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в этом году все 68 территорий Алтайского края эндемичны. То есть там велика вероятность заразиться клещевым энцефалитом. За прошлый сезон 22 жителя были инфицированы, 10 из них стали инвалидами. В муниципалитетах края уже предупреждены о том, что противоклещевую обработку парков, скверов и кладбищ необходимо провести как можно раньше. Но в этом деле торопиться не стоит. Спешка и невнимательность могут обернуться обманом. В Алтайском крае появились мошенники, которые пытаются нажиться на мусорной реформе. Первые случаи зафиксированы в Ребрехинском районе. Несколько мужчин представлялись сотрудниками эко-комплекса. Они предлагали заключить договор на вывоз мусора. За оформление документов уже сотрудники просили 200 рублей. Как нам пояснили в эко-комплексе, эти люди не имеют никакого отношения к региональному оператору. В компании уверяют, их работники не ходят по домам для заключения договоров. Его можно получить только в офисе организации. При этом за оформление документов на вывоз мусора денег никто не берет. О случаях мошенничества можно сообщать по телефону горячей линии эко-комплекса. Сейчас он на ваших экранах, либо можно обратиться в полицию. Ну а вот наш следующий сюжет о веселой, жизнерадостной, при этом уверенной и сильной девушке, которая мечтала стать стюардессой, а стала следователем. Накануне главного женского праздника, 8 марта, мы познакомились с ней и увидели в деле. Куда вы в последующей неделе нож? Выкинула я его. Допрос с пристрастием для этой молодой девушки привычное дело. За свою относительно недолгую карьеру Кристина Романова выбила признание у сотен преступников. А ведь еще в юности эта хрупкая девушка мечтала стать стюардессой. У меня отец сам летчик, военный, поэтому, глядя на него, я всегда восхищалась о том, сколько у него погоны, сколько у него звездочек. И меня как-то это все задевало, и я хотела быть таким же, как свой папа. С небом не задалось, но заветные звезды на плечах появились и не одна, а четыре. Свою карьеру Кристина начинала обычным следователем в селе. Раскрывала самые зверские преступления и благодаря своему необычному подходу к делу дослужилась до капитана. Надо рассмотреть позицию преступника, подозреваемого, насколько он кается. То есть каждую деталь, не просто мы должны работать ради потерпевших, мы должны разбираться, более быть четкими. Я считаю, это очень большое искусство, которое не просто должен следователь выполнять, а с творчеством к этому подходить. Банников, продемонстрируйте, куда вы выбросили нож. Кристину привлекают прежде всего запутанные дела. Однажды, вспоминая девушка, взялась за расследование полугодовой давности. Назначила ряд сложных экспертиз и доказала вину сотрудника ГИБДД, из-за которого произошло ДТП. Так же детально, так же четко осматривали, как внутренности салона автомобиля, так и наружнее, с целью того, чтобы определить, в каких моментах произошло столкновение. Это было так интересно, доказать вот это вот, что-то определить, что-то нарисовать, там как-то схематично, но это интересно. Кристина видела столько смертей и крови, что простому человеку даже страшно представить. Но девушка научилась отвлекаться. И главные помощники в этом дети – четырехлетний сынок и дочка-первоклассница, которая отлично рисует и мечтает стать художницей. Но ведь и мама мечтала стать стюардессой. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Но прямо сейчас речь пойдет об артистах музыкального театра, которые на время решили сменить свою профессию и отправились на один из барнаульских заводов. С какой целью знает Дарья Эйдемиллер. Здесь у нас находится цех. Как вы видите, это вот именно цех, да? Прямо сейчас за моей спиной находятся шесть артистов музыкального театра Алтая. Вы спросите, что они здесь делают? Они готовятся к новому спектаклю, который называется «Шоу начинается». Дело в том, что они играют мужчин, которые потеряли работу на заводе. И сейчас они почувствуют, как это вообще – работать на заводе. С артистами на завод пришла и творческая атмосфера. Труппе показали, как собранные фотосепараторы поют перед началом работы. Так они прочищают форсунки. Запрограммировать можно любую мелодию. Здесь делают фотосепараторы. Это вот такие машинки, которые сортируют цепучие продукты по цвету. Таким образом гораздо проще рассортировать какие-то крупы, орехи или даже грибы. Спектакль о том, как люди, потеряв работу на любимом заводе, в поисках денег, решаются на некую авантюру, пробуют себя в шоу-бизнесе. Актерам-исполнителям главных ролей дали возможность проникнуться романтикой завода. Для них провели экскурсию и рассказали, как проходят будни обычных рабочих. Можете делать вид, что крутите. Можете покрутить. Ну, главное, сильно не испортите. Да? Хорошо. Сейчас я перчаточки принесу, товарищи. Прямо сейчас мы перешли к самой интересной части нашей экскурсии. Артистам дают задания. Каждый делает какую-то определенную часть технического процесса. Виталий, что делаете вы? Я собираю деталь. Для начала нужно ее прочистить основательно от пыли, чтобы не возникло никакого брака у нас. И по указаниям мастера мы должны собрать вот такую вот простую для артистов вещь. Вы знаете, для чего она нужна? Нет. Задание – это сборка вибропитателя. Ну, такое маленькое сердце с фотосепаратора, которому он подает продукт. Вот собирают один корпус. На симе он делает катушки. Это крышки-катушки. Верните людям честный круг. Всю жизнь работаем иду. Здесь заводской клубился дым. И вот без тела мы сидим. Артисты музыкального театра специально для нас разыгрывают сцену из спектакля. Шоу начинается. Премьера состоится 15 марта. Сейчас артисты вживаются в роли. И совсем скоро покажут нам, как у них это получилось. Дарья Илья Миллер, Николай Шелко. Наши новости. Ну, а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В крае переменная облачность, возможен небольшой снег. В Камнино-Абиславграде и Белокурихе до минус пяти. Холоднее всего в Рубцовске – восемь морозов. В Барнауле южный умеренный ветер ночью и днем до минус шести. На сегодня это все новости. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по номеру телефона в Барнауле 722 440. До встречи!